Ну что, мои девчушки, мои дорогие красавицы, welcome back to my channel. Сегодня 8 марта, такой прекрасный день. Обожаю этот праздник. У меня, правда говоря, очень много любимых праздников. Исэх, Новый год, мой день рождения. Ну, этот праздник у меня всегда социализовался с весной, когда все девушки раскрываются. Вся лента Инстаграма в цветочках. Про меня тоже не забыл муж. И подойдет такую красивую охапку просто. Я очень люблю цветы, я люблю получать и ухаживать за ними. Я очень хотела давно цветы, еще месяц назад, но из-за того, что мы все время переезжали, вот это не получается. Сейчас я рада. Что-то я без макияжа, да? Ну ладно. Давайте сделаем небольшую распаковку из золотого яблока. Недавно поговорил со своим отцом, и он посмотрел все мои влоги. Папа, привет! Вот, и говорит, зачем ты рассказываешь про косметику? Зачем ты вот это все показываешь? Вот, а у меня эта аудитория вся женская, и все интересуются. Я все равно покажу. Вот, такая вот посылочка. Но она маленькая, но там есть такая главная часть. Вот, я сейчас покажу, ради чего я все это оформила. Вот всегда, когда ты хочешь что-то одно, я заказала расческу, да, и к нему еще добавила что-то, 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 и сформировался такой вот заказ. Вот, мы сначала выставили лица Дарлинг. Я обожала делать после перелетов, поэтому заказала 4 штучки. Я не всегда вижу результаты тканевых масок. Не знаю. Я, кстати, была в Дьютифри в Абу-Даби, и там была стойка Плоранс, и я попробовала там лосьон для тела. Боже мой, в жизни у меня такого хорошего крема для тела не было. И я посмотрела, сколько стоит цена на золотом яблоке. Там стоило в золотом яблоке 4 тысячи со скидкой, а там в Абу-Даби 7 тысяч рублей. Поэтому было решено взять с Россией. Вот так он называется. Боди фирминг? Фирминг? Фирминг, скорее всего, боди фирминг. Это, не знаю, что он делает, но вот все предыдущие масла, крема, там, что там бывает, да, для тела, это все по сравнению с этим средством, все фигня. Вот я теперь буду пользоваться только им. Много у кого видела в телеграм-канале, советовали, я думала, ну, обычный, наверное, крем. Вот, но, оказывается, нет, супер крем. Вот. И потом, самая дорогая, наверное, часть, это такая вот японская расческа. Я не знаю, почему это так дорого стоит, но отзывы были очень хлебные везде. Вот, что он тут еще делает? Так, давайте откроем. На расческе всегда были тенгл-тизер, но я что-то уже очень сильно устала от них, поэтому решила перейти на что-то другое. Расческа позиционирует себя больше, как массажная щеточка, да, и чтобы распределять продукты. Пахнет хозяйственным мылом. Но такую цену она должна пахнуть цветочками. Вот. Слушайте, она такая приятная. Ой, слушайте, очень приятная несительная. Вроде классно, я еще буду смотреть, изучать его. Но как массажирует, мне нравится. Теперь это будет мой новый друг. Такая вот распаковочка. Всем пока, потом увидимся еще. Заказала новую уходовую косметику для лица, поэтому я хочу протестировать вместе с вами. И у меня такая конструкция большая, сейчас покажу. Как ведется съемка. Свет, штатив, второй штатив. Так, вот что я купила. Это такие вот ампулы от Бабор. Бабор. Вот такие вот ампулы. Очень хорошие отзывы были. Вот так это все выглядит. Так, должна пройти курс. Потом заказала новую умывалку от Зо Скин. Мне очень нравится данный бренд, поэтому хочу протестировать все. И такую маску купила в этом, как его, в Дьюти Фри. У меня оставались лишние, лишняя наличка. И я поэтому взяла. Сейчас будем пробовать. Кстати, как сделать такую укладку, я показала по запрещенной сети. В общем, я закалываю свои волосы. Кстати, про эту заколку хочу рассказать. Эта заколка я делала такую же больше. У нас стоило около 2000 рублей. Извините меня, да, за обычный краник. А я нашла в Валдерсе за... Вот здесь кто-то выводит. Вот. Заколой. Обычно у меня есть повязка, но я забыла. Здесь мы не прошло. Я уже чувствую. Он такая оранжевая, как-то на них, знаете. Раньше покупали эти наники супер оранжевые. Вот, как будто это так выглядит. Сейчас я все буду смывать. Все. Осталось почистить зубы. И все. Я это косну. Не знаю, ничего не могу сказать по поводу маски. Вроде очищаю глубоко, но как будто очень. Я сильно пересушиваю кожу. Все. Я спокойно. Всем приветики. Решила с вами поговорить, потому что я сделала укладку. Макияж. Я в шоке от того, насколько мои видео, YouTube-видео начали распространяться, вообще залетать. Как я поняла, они даже начали показываться в Бурятии. Вы понимаете масштаб. Все мои родственники начали смотреть тебе привет. Мой папа начал смотреть тоже привет. Вот. И немножко, знаете, волнительно, что на мне есть такая ответственность. Вообще, когда я начинала снимать видео, я в первом видео говорю, да, то, что я начала снимать видео для себя. И спрашивается, а для чего я вообще тогда это вкладываю на YouTube. Конечно, я хотела, чтобы мои влоги стали популярными, но я что-то готова. Вот. И сейчас есть такое немного, то, что я смущаюсь, что нужно повышать качество и уровень своих видео, да. Вот. Поэтому я задумываюсь купить камеру DJ Pocket 3, да. Ну, что-то ее вообще ни где не найти. Вот. И надеюсь, влогу станет больше. А к нам пришли устанавливать шкаф. И я покажу вам, как закончить. Два дня устанавливали, кстати. Пока я вам покажу покупочки. Все. Когда были в Сингапуре, у нас была отличная пересадка. И я на обратном пути купила вот такие вот стаканчики со Starbucks. У меня никогда их не было. У меня был термос. Мой любимый. Остался в Якутске. Вот. У меня есть такое. Когда я покупаю что-то, я подолгу не вытаскиваю, не распаковываю сразу. Потому что у меня такое есть понятие, что покупочка должна настояться. Я должна полюбоваться и потом спустя время какое-то открыть. Вот у меня есть такой бизик. Вот. Так, мне не нравится, что там цветочки. Мы сейчас поменяем. Так лучше. Давайте посмотрим. Я тихо разговариваю, потому что там на почве. Такая вот красотень. И вот эта вот такая большая кружечка, чтобы пить чай с молоком. Чувак, я не такие качественные кружечка эстетичная. Потом. Вторая кружечка уже для меня. Я им сказала, что я собираюсь обратно в аэропорт и хочу положить багаж. И не смотрите, а души упаковали. Здесь у меня еще Сингапур. Классно. Да у них приходите ко мне пить чай. Ну что, наконец-то закончили устанавливать. Посмотрите, это для верхней одежды. Так, покажу общую картинку сначала. Прямо до потолка. И потом тут будут всякие вещи. Тут будет пылесос, тряпки, вот это все. Такая, знаете, часть хозяйственной комнаты будет. У нас хозяйственная комната здесь. То есть, да, вот там закрыть надо. Вот. И моя гардеробная комната. Вот видите, меня вот это очень сильно раздражает. Я, оказывается, неправильно подобрала цвет. Я не думала, что будут вот эти каркасы. Они будут белыми. Видите, как отличаются. Ну, а-то не будем зациклять на это внимание. Вот такие вот полочки. Вот. Сняли люстру. Сказали, она не помещается. Придется вот такие ставить длинненькие. Ну, мне очень нравится. Классно. Но я, конечно, гораздо большую, большую гардеробную комнату, чтобы было освещение, чтобы было там зеркало, да. Я думаю, в следующей квартире, в последующем ремонте, я так и сделаю. Всем доброе утро. Так, сейчас вакусировку наведу. Мы сегодня едем на Телка Тюнинг, плачхеджанскую коммуналку. Называйте это, как хотите. Будем делать токи инкарами. Это, кстати, единственная процедура, которую я, наверное, понимаю и одобряю в качестве для ухода за волосами, потому что я не понимаю, например, там, кератин, что там еще есть, бустап, уход за волосами, да, какие-то моют обычными шампунями. Вот это я все не понимаю. А Токиангарами, он именно работает на молекулярной основе. Я думаю, это все не буду рассказывать. Давайте собираться вместе со мной. Всем приветики. Сейчас мы быстренько наведем порядок дома. Вы посмотрите, как я это делаю и надеюсь, вас смотивирует сделать это тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем доброе утро. Я только проснулась и хочу нанести сразу... В общем, я начала лечить свои волосы. И сейчас я каждое утро буду делать эту процедуру. Я буду использовать Эсвицин. Это получается такой вот водный раствор. Видите, да, она такая вот. И это получается, да, я обычно использую при лечении. Но у меня в межсезоне всегда очень сильно выпадают в волосы. Вот. И в этот раз что-то очень протяженное было, в том числе то, что были перелеты, какие-то сбои в организме из-за этого появились. И, соответственно, от этого начали выпадать в волосы. Вот. Я буду использовать Эсвицин. Эсвицин необходимо использовать каждый день. И тут просто берете... Сейчас я покажу вам. Либо добавляете вот 20% в свой шампунь и мешаете его. И эффективный шампунь вашего становится лучше. Вот. Препарат стоит копейки. Я не знаю, рублей 300. Вот. И два раза в неделю я буду использовать никотиновый кислотун. Скоро 320 рублей. Но я не советую именно эту компанию, потому что ампулы очень-очень большие подказались. Вот. Его открываете. И тоже на кожу головы. Они абсолютно не оставляют никаких следов на волосе. То есть можно делать это перед укладкой. Они будут оставлять какую-то жирность там. Но это может вызвать какие-то аллергические реакции. Я беру шприц для удобного нанесения. Вот я набрала. Примерно так. Два пробора. И это буду я делать в протяжении двух недель, либо месяца. Посмотрим это. А-а! От результата. Могу пройтись, чтобы лучше все впиталось. Буквально две минутки помассажировать. Это мой был вам бесплатный совет, как от падения волос. Получается кислотин и никотиновая кислота. Смотрите. Ну что, всем привет. Еще раз привет. В общем, сегодня 16 марта. Мы улетаем в Якутск. Вообще-очень грустно. Грустно всегда покидать квартиру. Там, где ты наводишь уют. И какую-то бутовуху ведешь, да? Вот. Параск, где я в Хомельдом. Чемодан в Хомельдом. Вот так вот. Якутский святой семья. Работа. Вот так вот. Вообще, в апреле, думаю, уже вернуться. Но уже, думаю, с родителями, либо в мае. Хочу поехать к подруге в Бишкек, либо потом в Казахстан. Вот, посмотрим. А мы сейчас двигаемся с вами в аэропорт. Мы в аэропорту. Мой лоб. Это жилетка. Комбинезон. Батин-песелин. Супресс-элоран. Кепка вундерсток. Чехол в первый секрет. Еда в самолёте. Велком ту Якутск. Ну что, мы уже дома. Это, наверное, был самый быстрый перелёт в моей жизни. В том плане я легла, сразу уснула. Открыла я глаза уже в Якутске. Моги оттекли безумно. Масочку, потом к родителям. Пришли в гости. К маме, к папе. Мама. Это язык, что ли?